Что будет? Честный взгляд на 24 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Вопрос-то такой, а насколько сейчас обеспечение армии и ЧВК возможно и других добровольческих сил зависит от волонтеров? То есть, потому что каждый раз, когда в эфире поднимается вопрос, а почему государство не все до конца обеспечивает, зачем волонтеры начинают кричать наши зрители и слушатели страшно, обвиняют в хуле. Вы знаете, к сожалению, я не могу знать точных причин, почему все так вышло, но я их действительно вижу, потому что мне кажется, я слишком много провожу времени на Донбассе и вижу много правды, которые бы мне не хотелось знать. На самом деле, да, работа волонтеров действительно просто невероятная и огромная и нужная, потому что ну как-то вот в армии, понимаете, во время боевых действий все как уходит просто в никуда, потому что всегда всего мало, что начиная там с какой-то даже банальной одежды, да, снаряжения, заканчивая, конечно, боеприпасами, поэтому в любом случае то, что привозят волонтеры, это всегда нужно и необходимо. Я в этот раз поездила по нескольким подразделениям, больше всего меня на самом деле поразили саперы, вот я была в пятой бригаде первого армейского корпуса, я до этого работала с разными ребятами, да, разных направлений, артиллеристы, снайперы и так далее, танкисты, но вот с саперами мне удалось поработать впервые, и вообще для меня было удивлением на самом деле важности саперов, потому что я понимаю, что без них, без их работы, которые, знаете, кажется, не всегда как бы такой значимый и заметный, и без них невозможно вообще продвижение пехоты, техники и даже нашей журналистской работы, потому что мы зачастую приезжаем на новоосвобожденные территории, и если там не прошлись саперы, работать там в целом практически невозможно. Это обычные мобилизованные бойцы с Донецка, да, с разных там городов, есть, конечно, и добровольцы, и вот более таких, знаете, простых мужиков я на самом деле не встречала, они даже, ну, как-то не очень говорят, да, там, складно, ладно, но при этом я понимаю, что у них в голове просто нескончаемый поток каких-то мыслей, информации, знаний, потому что на самом деле саперы это очень творческие люди, вот я как раз когда проходила курсы военкоров при ЧВК Вагнер, я запомнила слова инструктора, когда он говорит, вот своих саперов я люблю, а вражеских саперов просто ненавижу, это самые ужасные люди, потому что они всегда выдумывают какие-то штуки, да, где положить закладку, где там положить растяжку сделать, и, конечно, с ними поработать было интересно, я уверен, у нас выйдет интересный сюжет, вот, но на самом деле, что касается даже настроений на фронте, я на самом деле поражаюсь нашими ребятами, нашими бойцами и добровольцами в том числе, вот я, мне удалось поработать с СДД Барс-23, несколько раз была у ребят под угледаром, там, на передовых позициях, на первой линии у артиллеристов, и, конечно, добровольцы поражают меня больше всего, потому что это люди, которые реально просто пришли, потому что они не смогли по-другому, вот мы общались, там, мужчина был такой, ну, вот в Барсах вообще все такие мужики достаточно возрастные, ну, как мне показалось, да, там, конечно, разбросы очень разные, там есть молодые ребята, но зачастую такие мужики уже лет под 40-50, а то и 60, и там был мужчина с позывным Куб, и он из Кубани, я ему говорю, а чего вы приехали-то? Он такой прям взрослый дядька, ему лет за 50 точно, как-то в жизни у него вроде все сложилось, там, дети дома ждут, внуки, жена, он говорит, я как-то раз, вот год назад увидел репортаж о том, что в интернат попал снаряд и разорвало девочку насмерть, и он говорит, а я просто не смог остаться дома, в том, что я понимаю, что это придет и на мою территорию, в том числе, у меня внуки растут, и вот что касается как раз молодого поколения, знаете, что меня больше всего расстраивает в том, что у нас нет никакой правильной пропаганды, нет каких-то мультиков, получающих комиксов, музыки нормальной, программ того же там армейского магазина «Служу Советскому Союзу». Вот, мне кажется, дети Донбасса, да, они как бы просто на, из-за того, что вот они оказались в такой ситуации, они как бы знают, да, как вести себя, им там родители показывали, что такое там мина-лепесток, противопехотная мина и так далее, как выглядят снаряды, как себя вести, когда ты видишь эти снаряды, но дети России, они этого не знают, сейчас там, да, узнала Белгородская область, но разбросать мины-лепестки, например, с беспилотника Московской области не стоит ничего. И если, к сожалению, мы не начнем делать комиксы, там какие-то листовки про минную безопасность, оказание первой помощи, к сожалению, мне кажется, будет очень много жертв. И мне бы в том числе тоже хотелось этим заниматься, потому что, я не знаю, к сожалению или к счастью, я уже знаю слишком много об этих минах и так далее. — Среди прочего, с какой еще проблематикой вы столкнулись? Ну, я имею в виду проблематика для жителей и для военных. — Ну, все-таки я общаюсь, конечно, больше с местными жителями, у меня программа «Мы живы», там, кстати, уже скоро будет год, гуманитарный проект, мы помогаем людям, мало того, что мы о них рассказываем, показываем о несгибаемых людях Донбасса, да, я о самом Донбассе в целом, мы оказываем помощь всестороннюю, это и помощь и продуктами, и в поисках людей, особенно это было актуально, когда вот мариупольская история была, адресная помощь медицинская, да, в общем, любая на самом деле. И, конечно, я в первую очередь работаю с людьми. Я очень много езжу по прифронтовым территориям. Вот я заехала в эту поездку в район Кремяная-Сватова, в прифронтовые села, где прям проходит линия фронта. Я вот до этого не доезжала дальше Кремяной, мне там казалось, что там линия фронта, потому что мы когда в тот раз заехали, как раз я ездила к Барсову в 13-м, и прямо перед нами буквально за пять минут был прилет, погибла женщина, и очень много военных, и как бы постоянно идут прилеты. И тут я заехала подальше, я даже не знала, что там живут люди. Там наша артиллерия прямо над ними летает, постоянные прилеты, совсем рядом линия боевого соприкосновения. И знаете, вот мне на самом деле, кажется, каждым разом там тяжелее и тяжелее работать, потому что вроде бы год уже Россия, да, вроде бы там пришел русский мир, а люди, как и жили там год без света, без воды, они так и продолжают жить. Там гуманитарку им подкидывают, военные, и дома разрушены, и как бы никто не видит никаких перспектив. И мне за это на самом деле очень обидно, и с каждым разом тяжелее и тяжелее пробираться все дальше, где все же живут наши люди, и где уже территория России. И вот это меня беспокоит больше всего, потому что, я не знаю, к сожалению или к счастью, я общаюсь с этими людьми, они меня видят и видят во мне Россию. И если раньше я могла сказать, там, ребят, Россия здесь навсегда, но после некоторых, да, там, отступлений, там, Харьковской области, Херсонской, Красного Лимана, люди сами все понимают и видят. И, к сожалению, у них нет этой уверенности, что Россия здесь навсегда, Россия поможет, восстановит, и все будет хорошо. Вот для меня вот это самое страшное сейчас на данный момент. Но, несмотря на то, что вы разбирали проблему с паспортами, которые не всегда выдают оперативно, все же, насколько я могу судить, работа-то в этом направлении ведется, люди могут получить российский паспорт. Почему же они все-таки остаются во всех этих прифронтовых территориях? Вы наверняка задавали им этот вопрос. Ну, дело же не в паспорте, паспорт получить сейчас в целом не проблема. Но почему люди остаются? У людей есть понятие родина, патриотизм, родная земля, родной дом, в котором они выросли, вложили все туда. И они не могут взять свои два пакета и пойти жить в какое-то общежитие, оставив дом, престарелых родителей, могилы, родной завод, шахту. Просто это вот такие люди Донбасса. И на самом деле я ими поражаюсь на протяжении 9 лет. Я же приехала на Донбасс, когда мне было лет 15, а сейчас мне уже 24 года практически. И можно сказать, я там выросла, и мне эти люди очень близки, и я понимаю их абсолютно. И как бы для многих может показаться, ну вот тебя бомбят, у тебя дом разрушен, у тебя уже там все погибли. Жить невозможно, света нет, воды нет, почему ты там остаешься? Мария, вопрос хотел задать, а что такое, вот вы упомянули, школу военкоров при Вагнере, можно ли на базе нее или не на базе нее, но вообще вот вы очень правильные вещи говорите, какие-то образовательные вещи в плане безопасности, возможно, патриотические, не обязательно на базе Вагнера, а вот какие-то создавать такие институции, тоже, видимо, волонтерскими силами. Ну, конечно, это нужно и важно делать, и я надеюсь, что наше государство все-таки, наконец, займется этим вопросом, потому что, когда я была на курсах ЧВК Вагнера для военкоров, я задала этот вопрос Евгению Викторовичу. Он сказал, Мариян, конечно, очень важный и нужный вопрос, мы постараемся это сделать, потому что мне пишет очень много молодежи разного возраста, там, школьного, чуть постарше, и они хотят пройти там военную подготовку, да, курс молодого бойца, оказание первой помощи, но, к сожалению, сейчас это сделать практически невозможно, либо там пойти на курсы за очень большие деньги. Даже мне, как журналисту, сейчас, вот, когда я искала курсы, да, для военкоров, потому что я понимаю, что я работаю в зоне боевых действий, и в любом случае, там, моих навыков, которые там просто получены опытом, да, там, где-то услышаны, увидены, их недостаточно для работы. Спасибо. Спасибо.